Пенсионерке Серафиме Калининой досталась эта квартира по наследству. Здесь она проживает с 1983 года. По словам женщины, никто никогда ее не уведомлял о том, что постройка является памятником. Балкон женщина благоустроила в 2017 году, а в 2020 здание внесли в реестр объектов исторического наследия. Сегодня ее дом капитально ремонтируют. Строители просят женщину вернуть первозданный вид на основании федерального закона номер 73. Я вообще ночью не спала. Меня трясло. Демонтировать за свой счет 5-6 тысяч. Извините, с пенсии заплатить даже эти 5-6 тысяч. А потом у меня документы есть. Он почти около 200 тысяч мне остал. Одни на балконе разместили зимний сад, другие используют лоджии для дневного отдыха с видом на центр города. В эти уютные уголки люди вкладывали десятки тысяч рублей в свой труд. И они категорически против рушить нажитое. Не согласны люди отказываться от сплит-систем, которые по проекту не должны портить вид исторических фасадов. Вот так, согласно нормативам, должен выглядеть балкон исторического здания. Здесь отсутствуют остекления, захламления, дополнительные пристройки. В этом случае к жителям домов пришли строители, предупредили о грядущем ремонте. Сделали здесь все бесплатно, еще и убрали за собой. Безусловно, людей жаль, но у нас не воспитана культура отношения к памятникам, о том, что мы живем в памятниках, о том, что мы их обязаны беречь. Многие узнают только сейчас. Жители этих квартир должны были под роспись получить охранные обязательства, что в данном случае они должны беречь, сохранять этот объект. И это упущение власти. Кто в случае отсутствия этой договоренности должен платить за демонтаж? Этот ответ мы направили в инспекцию по охране объектов исторического наследия. А пока одни возмущены, что их вынуждают отказаться от цивилизованных удобств и терпеть 40-градусную жару. Другие же наслаждаются аутентичными видами исторического здания. Мы, когда покупали квартиру в прошлом году, мы знали, что этот дом включен в реестр ОКН, знали, что будет проводиться капитальный ремонт. И, собственно, это был еще один фактор за покупку квартиры в этом доме. До ремонта балкон был обшарпан в состоянии, балясины были все ободраны. Нам сказали, что вся модернизация, весь капремонт за счет фунд модернизации ЖКХ по смете около 30 миллионов стоит именно непосредственно наш дом, где я живу. Капремонт семи домов на улице Богдана Хмельницкого обойдется областному бюджету в 180 миллионов рублей. Эта улица с архитектурной точки зрения – яркий пример сталинского классицизма и удобной малоэтажной застройки. После окончания войны, когда страна перешла на мирные рельсы, началось строительство не только на периферии, но и начали застраивать центр. И появилась в 1950-х годах улица Богдана Хмельницкого. Она была построена по плану. Архитектор, который застраивал этот дом – это Постников. Эти дома строились для высшего офицерского состава. А позже из личных дел, которые хранятся у нас в нашем архиве, в Агаспе, мы узнали, что в этих домах проживала политическая элита. Без согласия жителей строители балкона не тронут. Все, что остается сделать фонды модернизации ЖКХ – направить уведомление о неподчинении федеральному закону в полицию. Затем снести лишнее будет требовать госжилинспекция через суд. Если к делу подключат судебных приставов, то гражданам придется не только оплатить все работы, но и внести исполнительский сбор, сообщает 56 РБ. Валерия Шарова, Артем Букреев, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ.